Масштабы тотального диктанта из года в год растут. В этот раз его написали в 866 городах 68 стран. Не осталось стороне Эстонии, где только в Таллине свою грамотность проверили 2951 человек. Хотя цифра эта несколько заниженная, поскольку основывается она только на официально зарегистрированных участниках мероприятия, но по факту в субботу в Ледовом холле Тонди Раба участников было больше. Уже перед самим началом диктанта волонтеры просто не успевали регистрировать всех пришедших. Примечательно, кстати, что среди писавших были и 22 человека, для которых русский язык является иностранным. При составлении международного рейтинга тотального диктанта учитывается количество именно официально зарегистрировавшихся на диктант людей. Впрочем, и в этот раз цифра оказалась впечатляющей. Прошлогодний рекорд был побит. Таллиннская площадка тотального диктанта вновь стала первой и самой многочисленной в мире среди тех, которые находятся за пределами России. «Мы видим, что с каждым годом популярность тотального диктанта росла в Таллине. Уверен, что в этом году мы свой рекорд побьем точно. Надеюсь, что мы опять станем самым крупным городом по количеству участников среди городов не пределов России и самой большой площадкой в мире». В проведении тотального диктанта в столице были задействованы без малого сто волонтеров, которые готовили арену ледового холла, на которой расположились 1360 дополнительных стульев, а также раздавали в ходе мероприятия материалы и отвечали на вопросы участников. И сделано это было не напрасно. Ведь свое желание написать экзамен изъявили тысячи людей абсолютно разных поколений, от мала до велика. «Я пришел сегодня со своими и помогаю соорганизовать ребят, родителей, учителей. Мы традиционно уже регулярно сюда приходим, собираемся и, в общем-то, это как праздник для школы». «Столько людей. Такое интересное. Вообще здесь второй год уже подряд. Одно удовольствие вообще посмотреть, вообще на что я способна. Я учитель». «Просто первый раз детей допустили к тональному диктанту и захотелось попробовать написать». «Ну, нужно же как-то разнообразить свою жизнь, сходить куда-то. Все-таки интересно». «Мне интересно проверить себя, свои знания, как я помню со школы, как грамотно я или уже грамотность у меня понизилась. Хочу проверить». «Да я пятерку хотел получить». «Я тоже две». «Это очень интересное мероприятие, которое обязательно надо каждому посетить, как и сама дисциплина». «Надо язык вспомнить, и все-таки он уходит у нас немножко, понимаете. И вот решили попробовать». «Ну, во-первых, я уже четвертый раз прихожу. Мне очень нравится вспоминать все, чему я училась в школе. А во-вторых, здесь бывает встреча с ведущим». Сам же текст прочитал известный российский актер театра и кино Дмитрий Харатьян, который в преддверии этого события провел пресс-конференцию, где он много шутил, вспоминая как свои школьные годы, так и учителей, которые привили ему любовь к родному языку. «Впервые в моей жизни я был так называемым диктатором. Все-таки диктантором назовем, потому что диктатор – это нечто другое, это властный правитель. Вообще в любом массовом действии каком-то есть некая магия, есть такое гипнотическое что-то такое, фантастическое, какое-то такое общеэнергетическое. Вот сегодня я это почувствовал, потому что многотысячная аудитория, огромный спортивный зал». Результаты экзамена будут внесены в общую базу данных до 15 апреля, после чего в эту субботу в полдень в Таллиннском университете в аудитории «Максимум» пройдет разбор диктанта. Со своими же результатами участники смогут ознакомиться на официальном сайте акции totaldict.ru. По секрету новостям Эстонии местные организаторы мероприятия уже сообщили, что отличники в этом году обязательно будут, но с ними свяжутся позже. Сергей Дедыкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.